И к резонансной истории в Гродно. Стофарширский терьер покусал семилетнего ребенка. Случай произошел несколькими днями ранее. Сейчас мальчик постепенно идет на поправку. С ним работают специалисты, ведь ребенок боится выходить на улицу. А вот собака продолжает жить с ним в одном подъезде, что будоражит, конечно, не только родителей. Но, как часто бывает в таких случаях, мнения людей разделились. Галина Буро разбиралась в ситуации. Ребенок возвращался из школы и не дошел до подъезда буквально пару метров. Вот здесь он встретил своего друга-третиклассника, который выгуливал на поводке, но без наморника, стофарширского терьера. Как дальше развивались события, возможно, прояснит запись с камерой видеонаблюдения. Ее уже передали в милицию. Известно лишь, что мальчику на лицо наложили 10 швов. Один из укусов пришелся в область глаза. И как это отразится на зрении, покажет время. Пока милиция проводит проверку, родители написали заявление в прокуратуру. Мама с нами согласилась поговорить лишь по телефону, ведь в соцсетях на нее посыпались угрозы от любителей собак. Болитые собаки. Ну, болят ему гладкие боли, болят ему вот эти вот, используются именно вот эти раны, болят ребенку. Он плохо спит, плохо себя чувствует. Ребенок абсолютно поменялся, особенно психологически поменялся. Конечно, у него эта травма психологическая, это ребенок и взрослый человек, не каждый легко это принесет. Это ребенок. Конечно, я буду всячески его защищать, справедливостью, чтобы хозяйство от сердца не принесло животное, собаку, которая только лечила в доме. После инцидента местные жители стали замечать, что собака по-прежнему в их доме. И такое соседство их возмутило. Со словами «опасное животное надо изолировать от общества» начали сбор подписей. Конечно же усыплять. Это второй случай. Она даже на сына их, хозяевов, да, набрасывает. Ну, так о чем тут вообще думать? Мне кажется, собака здесь абсолютно ни при чем. Это как следствие воспитания. И все. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы ее забрали. Потому что у нас все-таки тут ходят дети. А как видят ситуацию владельца собаки, информация из первых уст. Гостей здесь встречают громко. Дверь открыла жена хозяина Вероника. А вот и тот самый 7-месячный пёс Джекса. Женщина рассказывает, собаку им временно запретили выводить на улицу. То, что он играл и гладил собаку, это видно на камерах. Что там произошло? Может он, не знаю, что. Ну, может он в лицо к нему стал лезть, я не знаю. Ну, собака на что-то отреагировала. Что вы планируете делать? Вот, видно, просто сюда. Ну, от собаки просто так. Я избавляться тоже не собираюсь. Американский стафарширский терьер в Беларуси занесен в список потенциально опасных пород. Такая собака должна пройти обязательный кинологический курс. По словам владельцев, они узнали об этом только сейчас. Анжелика Сиднева руководит Гродинским областным кинологическим центром и уже больше 20 лет дрессирует различных собак. Убеждена на личном опыте. Люди, когда заводят питомца, не учитывают характеристики породы, из-за чего потом страдают. Собака с ребенком на улице. Это катастрофа. То есть я даже рекомендую, даже с мелкими собаками, не пускать детей гулять. Анжелика Сиднева рассказала, что эту собаку протестируют на агрессивность. И тогда специалисты смогут вынести вердикт относительно дальнейшей судьбы Джексона. Вскоре будет готово и заключение судмедэкспертизы. Хозяевам в любом случае грозит штраф за нарушение правил содержания собак. Остальные меры наказания решит суд. Галина Буро, Анатолий Бояринцев, телекомпания СТВ, Гродно. Мы напоминаем телефоны нашей горячей линии. 290-66-00 или номер мобильного 1-600-700. Наши журналисты готовы выехать на место ЧП. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова